Мир Вашему Дому Дать взаймы Всевышнему звучит на первый взгляд странно, но именно это происходит в тот момент, когда мы даем милостыню нуждающимся или на благое дело. Ведь Всевышний обещал вернуть отданное в качестве садака в многократном размере и в его милости, ни в коем случае нельзя сомневаться. В отличие от обязательной выплаты закята, садака делается добровольно и является желательным действием. Садака – часть сунны посланников Всевышнего Мухаммада, мир ему и благословение. Ее выплата служит объединению людей и укреплению братства. Также садака, помимо помощи нуждающимся, помогает избавиться от грехов тому, кто часто раздает милостыню и является щитом от всех бед. Садака защищает человека от 70 видов зла, самое незначительное среди которых – проказа и лепра. Об этом сказано в хадисе. Садака в исламе – это определение у нее такое. Это то, что отдает мусульманин бенияти тагаруби илалай тааля, с намерением приблизиться к Всевышнему Аллаху. Также садака – это то, что посредством которого человек мусульманин, он получает вознаграждение от Всевышнего Аллаха. Говоря о достоинствах, можно привести много примеров, даже элементарно, хадис пророка, салли Аллаху, али вассалям, Бухари и Муслим, который передает, где говорится, что Всевышний Аллах скроет под тенью своего арша семи людей. Из слов пророка, салли Аллаху, один из них тот, который дает садака скрытно, с правой рукой, так, чтобы левая рука об этом не знала. Настолько скрытно это нужно делать. Также у садака есть два вида – это нафилят и мафрудат. Нафилят – это желательное, которое не является фарзом, а мафрудат – это как обязательный закат. Также здесь очень тонкий момент. Человек из-за незнания может сделать харам, давая садак. Например, если у меня есть тысяча рублей, и на мне лежит обязанность обеспечивать свою семью. Например, как у нас часто говорят, цыгане есть, нужно ли им давать деньги и так далее, часто спрашивают вопрос. Допустим, такой пример, что я иду домой, и я должен домой купить пропитание моей семье, семью, которую я должен, обязан, обеспечивать. И увидел цыгана и дал ему эти деньги. Бедность, так же как богатство, появляется у человека по воле Всевышнего, и то и другое испытание от Создателя. Если у бедняка проверяется его терпение, то у богатого его щедрость. Но у всех один путь к довольству Всевышнего, и каждый из них может помочь другому пройти это испытание достойно. И именно садака является отличным способом для этого. В суре Саба 39 аяте говорится, чтобы вы не расходовали на пути Аллаха, Аллах дает вам замен и на этом свете, и на том свете. Поэтому не стоит жалеть об этом. Так же есть хадис от Аби Гурейра, где говорится, что Пророк сказал, что садака не уменьшает имущество. В Аллахе у нас наш нафс, шайтан, настолько сильно не любят и боятся бедности. Бывает такое, что у тебя появилось желание помочь кому-то, отдать ему деньги по дороге и так далее. И здесь бывает такое, что ты этого хочешь сделать, но с тобой, который человек может сказать, зачем ты это сделал, зачем ты ему дал деньги, настолько сильно. И опасная вещь это, который вроде бы ты хотел сделать добро, а вот другого человека, а вот другой человек помешал. Конечно, такое деяние, как раздача милостыни, должно быть искренним. Оно не должно делаться ради показухи, с целью продемонстрировать свое богатство, превосходство над другими. Главная цель, которую мы должны преследовать, совершая любое благое деяние, это довольство Всевышнему. Поистине дела оцениваются только по намерениям, и поистине каждому человеку достанется лишь то, что он намеревался обрести. Если у верующего не будет искреннего намерения, то самовосхваление и показуха уничтожат даже самые большие его благодеяния. Человек, который совершал благие дела на показ, в судный день будет сильно сожалеть об этом, когда ничего из них не найдет. Также и садака, милостыню, нужно давать с благими намерениями, не для того, чтобы увековечить свое имя, а с надеждой, что твоя милость будет существенной помощью, и что это поможет тебе обрести довольство и милость Создателя. Главное намерение, как мы сказали в начале, это бинятии, такаруби, илля Аллаха и та'аля. С намерением приблизиться к Всевышнему Аллаху. Когда люди говорят, мы делаем это ради Аллаха, он должен понимать, для чего он это делает. И здесь очень важно, все, что мы делаем, все наши хорошие деяния, они могут стать просто пустыми, если у тебя нету илма, если у тебя нету знаний. Почему? Потому что человек, хотя делает садака, как мы вначале сказали, он может и в харам попасть, и также может рия, показуха, появиться у него. Вот я делаю, смотрите, какой я хороший, смотрите, как я помогаю людям. Поэтому здесь очень важно с намерением приблизиться к Всевышнему Аллаху. Также получить вознаграждение от Всевышнего Аллаха. Многие люди думают, что это Аллаху нужно, что это все то, что они делают, это Аллах от них требует. Аллах достаточно, ему не нужно это, это нам с вами нужно. Поэтому здесь нужно включать мозг, здесь очень сильное понимание должно быть. Если мы сами этого не понимаем, хотя бы надо обратиться к людям, которые понимают. Очень обидно будет, очень жалко будет в тот момент, когда ты умрешь на том свете, ты думал, вот столько всего я хорошего сделал, а на самом деле вместе с этим и получал плохие деяния тоже, когда у тебя нету знаний. Садака нужно стараться давать скрытно. Но есть случаи, когда известность об этом деянии может послужить примером для других и побудить людей расходовать свое имущество на благие цели. Поэтому не стоит строго судить, когда мы слышим, что кто-то из меценатов спонсирует строительство мечети или же какой-нибудь благотворительный фонд оказывает помощь нуждающимся. Наоборот, мы должны следовать их примеру и по мере возможности также стараться вносить свой вклад в благотворительность. Пророк Мухаммад, мирное богословение, был самым щедрым. Поэтому и мы должны стараться обладать этим благим качеством. А поможет нам в этом такое деяние, как раздача садака, милостыни. Ведь важно, чтобы мы проявляли щедрость. И не только к нуждающимся людям, а в первую очередь к своей семье и малоимущим родственникам. Щедрость – это свойство, присущее Всевышнему Аллаху. И нет никого более щедрого, чем Он. Его благодоруемые творениям не знают границ. А Его посланник, Пророк Мухаммад, мирное богословение, был самым щедрым из всех людей. Ведь Он расходовал Своё имущество, не опасаясь бедности. Узнав о нужде одного из Своих сподвижников или почувствовав её, либо заметив на Его лице грусть, Пророк, мирное богословение, сразу отправлял ему какой-нибудь подарок, который мог решить его проблему. А сегодня мало кого из нас интересует материальное положение и проблемы не только друзей, но даже родных и самых близких людей. А ведь щедрость – это соно посланника Всевышнего, а Он всегда помогал нуждающимся в трудностях, не искал причины для отказа им в помощи и не проявлял надменность. И любой, кто намерен во всём следовать за Пророком, должен об этом помнить. Насколько можно быть шедрым, самым шедрым человеком, это был Пророк, салли Аллаху али вассалям, на и шедрейшие, и всех людей. Он был даже в тот момент, когда к нему приходили люди, просящие, когда к нему приходили, он никому не отказывал. Если у него самого не было, то он отправлял торговцу и говорил, «Возьми всё, что ты хочешь, я потом возьми всё». Когда ему приносили деньги, он с этими деньгами не заходил домой, пока всё не раздаст. Ставил у ворот и всё раздавал. Это всё почему? Потому что он не боялся бедности. В истории, вот как мы говорим, статистика, факты, в истории нету человека наи шедрейше, чем Пророк, салли Аллаху али вассалям. Он является великим примером для нас. Также есть хадис от Анаса, где говорится, что Пророк, салли Аллаху али вассалям, был самым лучшим из людей, также был шедрейшим из людей и храбрейшим из людей. Пророк Мухаммад, мирное благословение, проявлял щедрость не из-за высокомерия, не для увеличения количества своих сторонников. Его щедрость была на пути Аллаха. Только ради его довольства. Щедрость Пророка, да благословитого Аллаха приветствует, была ради сохранения религии, распространения её. Она была направлена на поддержку сирот, вдов, больных и всех нуждающихся. Поэтому, если Всевышний одарил нас богатством, мы должны помнить, что сколько пользы мы можем принести людям. Ведь всё, что у нас есть, дано нам на время. И за всё будет спрос. Мы вот знаем в разных сирах Пророк, салли Аллаху али вассалям, как книга Анвару аль-Мухаммадия, где говорится, что Пророку, салли Аллаху али вассалям, был дан выбор, быть богатым Пророком или же бедным. Пророк, салли Аллаху али вассалям, выбрал бедность. Мы вот часто знаем, что хикмат этого, что всё богатство, которое у тебя есть, ты должен за всё это отвечать. У нас многие люди есть, которым Всевышний Аллах испытывает, которым дал много богатства, которые дал. И эти люди, они не интересуются, им не интересно, кто у них родственник, близкий и так далее, и кому нужна на самом деле помощь. Если в этом нету выгоды для мирских дел, только в таком случае. Но потом они узнают, насколько сильно вот этот груз, который есть с ним. Если человек признаёт, что он мусульманин, если он признаёт Пророка, салли Аллаху али вассалям, образцом для следования, то неужели он не может додуматься, Пророк, салли Аллаху али вассалям, у которого была возможность быть богатым, выбрал бедность не просто так, потому что он является самым умным человеком. Он знал, что за это тоже нужно будет отвечать. И бедный человек намного ближе к Всевышнему Аллаху. Богатство, красота, слава и так далее – всё в этом мире временно. Всё, кроме наших деяний. Именно их мы заберём с собой после смерти. А вот наша дальнейшая судьба зависит от того, каких из этих деяний было больше – благих или греховных. Уверен, что если раздача милостыни станет нашей хорошей привычкой, то в книге благих деяний записей станет гораздо больше. И это поможет нам достичь довольства Всевышнего и заслужить Его прощение. Многие, кто дожил до преклонного возраста, скажут, как их жизнь пролетела незаметно и что им хотелось бы успеть сделать многое. Поэтому не стоит откладывать совершение благих поступков на потом, на какой-то определенный период жизни. Уже сейчас важно делать всё возможное, что приближает нас к довольству Всевышнего. Давать садака, милостыню, при каждой возможности – это деяние, которое воспитает в нас щедрость, сделает нас из числа тех, кто любим Всевышним. Для этого не обязательно иметь богатство. Проявление щедрости при скромном материальном положении имеет наибольшую ценность. Пророк, саллиллаху али-вусалям, никому не отказывал. По мере возможности мы должны ко всем людям проявлять щедрость, следуя пророку, саллиллаху али-вусалям, хотя бы стараться. Даже в тот момент, когда не было его пророка, саллиллаху али-вусалям, он находил выход и проявлял щедрость. Пророк Мухаммад, миром и благословения, сказал «Скупой, далек от Аллаха и далек от рая, от людей и близок к огню. Щедрый, близок к Аллаху и раю, близок к людям и далек от огня». Этих слов должно быть достаточно, чтобы понять, насколько важным деянием является раздача милостыни. В каком бы положении ни оказался человек, он должен помнить, что он раб Создателя и что Всевышний – Царь Всего Сущего. Будучи финансовым благополучием, нельзя допускать, чтобы у нас затмился разум, и мы перестали чувствовать нужду в его милости, иначе мы возгордимся, а значит, разгневаем Господа. Поэтому, проявляя щедрость по отношению к другим, с искренним намерением, мы не даем нашему сердцу ослепнуть и оберегаем себя от самой страшной беды – потери человечности. Пристанище скупого человека – это ад. Не выбирай же по своей воле ад. Если ты надеешься вынести жар, попробуй палец поднести к огню. Далее у нас рубрика, в которой ученые-богословы отвечают на самые актуальные религиозные вопросы. Бسم الله الرحمن الرحيم В целом, еда для верующего человека это, как бы грубо не выглядело, это топливо. То, что необходимо, чтобы поддерживать жизнь. Небольшое количество еды, которое выпрямляет ему спину. Сам пророк, алейхи саляту вассалям, тоже был таковым. Никогда не кушал досыта, довольствовался тем, что есть. Аиша, радия Аллаху Анна, рассказывает, что пророк, алейхи саляту вассалям, приходил, спрашивал, есть ли что покушать? Мы говорили нет. Тогда он говорил, тогда я сегодня держу уразу. Другой раз приходил, есть ли что покушать? Мы говорили, да, есть. Показывали. Он говорил, тогда я отпускаю уразу. Это желательный пост, имеется в виду пророк, алейхи саляту вассалям, когда держал. И отношение к еде в бастерном хадисе говорится у Тааиши, Семья пророка не поела досыта ячменного хлеба два дня подряд. Представьте себе, это же не из-за того, что этого не было. Была у пророка возможность и покушать, и досыта, и другие разные виды блюд. Но пророк тем самым показал, насколько это неважно для верующего человека. Не должно быть такого, что именно по графику, обязательно завтрак, обед, ужин. Это вообще такое понятие, это не из ислама, что еда вот так, трехразовое питание должно быть и так далее. Наоборот, к еде отношение, практическое отношение в нашей религии. Это то, что нужно для тебя, чтобы жить. Не нужно жить, чтобы кушать, как говорится. А сегодня, на самом деле, в целом мы видим, вообще употребление пищи превратилось в некий культ. Люди уже этим как бы больны. Разные блюда выкладывают в интернете, где что он кушает, где что там готовят и так далее. Это превратилось в некий культ уже. Чуть не ли люди уже не поклоняются этой еде. И на самом деле, можно сказать, живут, чтобы кушать. Этого в нашей религии нету. И это на своем примере показал наш пророк, алейхи саляту вассалям. Насколько он на это не уделял такого внимания этому, этой еде, его разнообразию. И насколько пророк, алейхи саляту вассалям, и сахабы были просты по отношению к еде и употреблению этой еды. Также пророк, алейхи саляту вассалям, «Ма аба расулюллахи саляллаху алейхи саляму ата ама кату». Никогда в жизни пророк, алейхи саляту вассалям, не упрекал еду. Там вот это там несоленое, там это там недоваренное и так далее. Пророк, алейхи саляту вассалям, что-то нравилось – кушал, что-то не нравилось – оставлял. Вот такое должно быть у верующего человека отношение к еде. Чисто практическое значение имеет для верующего еда. Я же говорю, как топливо для машин. Когда нужно работать, нужно покушать. То, что есть, покушал, и то, что нет, что делать – это тоже не беда. И исходя из всего этого, конечно же, еду нельзя делать предметом спора в семье. Еда, кухня – это территория женщин. Для мужчины, я думаю, это вообще чужая территория. Позовут туда покушать – покушал, и вышел оттуда, то, что дали – покушал. И, конечно, в свете ислама, если смотреть на это через призму ислама, из-за этого делать какую-то проблему, делать это предметом спора и недопонимания – это, конечно же, неправильно. На этом наша передача подошла к концу. Храните мир в своей душе, и тогда мир вокруг вас станет еще лучше. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.